Дональд Трамп сказал никаких переговоров, ввел порцию пошлин очередных. Еще более ужесточилась позиция по поводу технологических компаний, китайских технологических компаний, по поводу Huawei, по поводу китайских студентов-ученых, плюс еще там риторика определенная появилась по поводу разных болезненных политических тем, болезненных для Китая. Но Китай заявил, что вот вам ответные меры на ваши. И причем эти ответные меры появились после чего? После того, как Трамп сказал, то есть китайцы сказали, что они введут ответные тарифные ограничения. И Трамп сказал, пускай я только попробую, я вообще весь китайский импорт обложу тарифами. Вообще тогда весь, да? Но китайцы даже после этого предупреждения ввели тарифные ограничения в ответ. В итоге что мы получили? Что Китай не дрогнул, не отступил ни на грамм, ни на йоту. Даже несмотря на то, что Трамп угрожал ввести вообще тарифы на весь импорт. Что произошло, еще то, что мы не видели, за кулиса. Не за кулиса, а то, что не попало в фокус средств массовой информации. Мир настолько интегрирован между собой, в том числе американский бизнес и китайский, настолько сильно, что сложно теперь все это разделить. Санкции это разделение, это попытка поставить американский бизнес перед выбором. При том, что уже взаимозависимость очень высокая. Вот мы увидели, первыми дрогнули Соединенные Штаты, когда ввели, отложили введение ограничений на сотрудничество с рядом китайских технологических компаний, в том числе Huawei. Когда потом американские компания, а Трамп же объяснил, почему он эти ограничения снял. Отсрочил, отсрочил. Потому что выступают американские компании против таких ограничений. Потому что они связаны слишком в бизнесе. То есть это единая бизнес-структура. А они настолько бизнесом связаны, уже экономическими, какими-то производственными и другими процессами, что их теперь, если вводить эти тарифы, то это резать по-живому, в том числе американский бизнес. Плюс в Америке тема отношений с Китаем, торговой войны с Китаем все более становится важной с точки зрения выборов. Но я уже не помню, в прошлый раз говорил или нет, что Джо Байден, когда заявил о том, что будет баллотироваться, будет участвовать в борьбе за пост президента, он раскритиковал Трампа за войну с Китаем. Причем Трампа за торговую войну с Китаем очень многие критикуют американские чиновники, сенаторы, конгрессмены, бывшие чиновники Госдепартамента и специалисты по Восточной Азии. Кстати, вот и фермеры, американские фермеры, то есть фактически Трамп, когда вот вроде бы создавал видимость, что все хорошо, соглашение будет, когда создавал, когда китайцы заключали контракты фьючерсные на закупку американской сои, это март-апрель, а февраль-май месяц, апрель, да, майские фьючерсы так хорошо шли. И понятно, что на американских биржах был рост. Но потом Трамп сказал, что нету никакого торгового соглашения. То есть получается, китайцы заключили контракты. То есть Трамп здесь схитрил. И я так понимаю, что об этих хитростях, о подобных хитростях заявляют официальные китайские лица, когда говорят о том, что Америка сжульничала. Вот китайцы заключили контракты в надежде, что будет. Но китайцы тоже не промах. Китайцы после того, как Трамп ввел последние вот эти тарифные ограничения, они прибегли, особенно против технологических компаний китайских, они выставили на вид свой главный козырь. Редкоземельные металлы. Представитель комитета по редкоземельным металлам Китая. А что такое редкоземельные металлы? Это литий, который во всех зарядных этих аккумуляторных батареях используется. В ноутбуках и вот все батареи, ноутбуки, смартфоны и много чего другого. И плюс еще другие редкоземельные. Да, у Китая почти монополия на добычу и поставку этих металлов на мировом рынке. Чтобы вы понимали, есть добыча лития где-то в Южной Америке, в Чили и так далее. Но тем не менее, у Китая настолько серьезная позиция. Официальный представитель комитета Китая по редкоземельным металлам такую фразу озвучил, что Китай не позволит, чтобы добываемые в стране редкоземельные металлы кто-то использовал в своих устройствах или как-то так для того, чтобы ограничить технологическое развитие Китая. Поэтому вот китайцы пригрозили редкоземельными металлами. Учитывая позиции Китая на мировом рынке редкоземельных металлов, ну это был довольно серьезный аргумент. Поэтому вот все эти обстоятельства привели к тому, что Трамп фактически пошел на попятную. Я уже говорил, что 1 декабря 2018 года началась китайская эпоха в мировой политике. И Трамп тогда, то есть это как расстояние на реке Угре, Трамп тогда фактически признал то, что все с Китаем они уже ничего не могут. Вот он попытался еще переиграть, да, в другую идею пришли, а сейчас я попробую. Он снова ткнулся и снова уперся в эту китайскую стену, в стену мощи Китая, с которой уже невозможно считаться. Поэтому на самом деле, если вот всю эту предысторию учитывать, то это не Китай запросил перемирие. Вы понимаете, Трамп пригрозил ввести пошлины на весь вообще оставшийся импорт из Китая, а вообще импорт Китая в США, насколько я помню, из китайских, из Джин Минжи Бао, это что-то 8-9-10% всего китайского импорта. Вроде бы и много, но в то же время и не критично. Так вот, после того, как Трамп пригласил вообще весь китайский импорт обложить, китайцы ввели пошлины, еще и пригрозили в ответ. Поэтому тут, кто дал слабинку, Трамп дал слабинку. Трамп решил остановить это все. Вот играет Трамп, во что играет в данной истории. То есть, вот Трамп манипулирует, хитрит. Хитрит в чем? Как я уже сказал по поводу этих фьючерсов на Сою. Вот Трамп игрался в переговоры, да, они вели переговоры, китайцы позаключали контракты на Сою, американскую. Пока заключали переговоры, продолжались, период этот прошел, до свидания, никаких переговоров. Но подобные фокусы уже не будут возможны. Дальше, раз вот случилось это, все, доверие потеряли вообще. Китайцы и так не слишком доверчивы. А тут вот вышел этот фокус. Поэтому Трамп, возможно, пытается снизить внутриполитический эффект от этой торговой войны. Поэтому типа перемирия. А на самом деле Трамп запросил это перемирие. Вот этот нюанс в этом перемирии. Оно выглядит как бы формулировка, которая достойно звучит для Китая и для США. Но на самом деле в этой формулировке, подчеркивающей равность двоих участников этой борьбы, предыстория показывает, что Т1 дал слабинку и пошел. Потому что если такая уже сильная позиция Трампа перед Китаем, то он бы, даже если бы Китай просил о перемирии, то Трамп мог бы не соглашаться. А так, и учитывая, что они на Huawei фактически отложили на неизвестно сколько эти санкции, и на многие технологические компании США, и возобновили переговоры, я еще в прошлый год много раз после этого говорил, любимая китайская стратегия, переговоры, переговоры, да, управление разногласиями путем переговоров. И вот китайцы попали в эту любимую, вернее, Трамп попал в любимую китайскую игру. На самом деле, если говорить о стратегиях, вот если образно, то вот Трамп родился в год собаки, да, что-то в этом психотипе есть. И вот он лает, лает, набрасывается, там пускай тигр, пускай Трамп, тигр, лев, да, вот он набрасывается на этого удава, питона, дракона, да. Вот у него атакующий стиль, он там ухватил, укусил, с другой стороны укусил, с третьей укусил. А у китайцев, кстати, Си Цзиньпин родился в год змеи, да, и вот это вот обволакивающая стратегия, да, переговоры, переговоры, ах, тебе санкции, вот тебе контрсанкции, ах, тебе тарифы, вот тебе тарифы в ответ, ах, ограничения на технологические компании, вот фиг вы увидите этот, как его называют, редкоземельные металлы и тому подобное, и тому подобное. Поэтому мы будем терять, вы тоже будете терять. Вот эта обволакивающая кольцами стратегия, да, вот этого льва-тигра или большого там цербера Трампа, он где-то кусает, его обволакивает, он что-то покусывает, да, больно кусает, но тем не менее вот это вот обволакивает, обволакивает, обкручивает, да, вот она вся вот эта борьба выглядит так, если образы использовать.